Всё, спасибо вам огромное. Встретить любимого хоккеиста Григория Панина, 55-летняя уфимка Лунияги Затулина, сегодня и не рассчитывала. Ведь обычно она наблюдала за ним по телевизору или с трибун. И никак иначе. Очень классно, супер. Я очень рада. Я не ожидала такой встречи. Встреча произошла не случайно. Григорий Панин принял участие в проекте «Автотрезвость». Хоккеист буквально сошёл с корабля на бал. Ещё вчера он играл на льду Екатеринбургской арены «Уралец», а сегодня утром радует автолюбителей на дорогах Уфы. Капитан клуба КХЛ поделился. Ни разу в жизни он не садился за руль, будучи нетрезвым. Если наступает какая-то такая пограничная ситуация, есть же куча вариантов вызвать такси, прогуляться пешком. Есть трезвый водитель, если уже очень хочется на своём автомобиле. Социальную компанию «Искусство ответственного вождения» организовала одна из крупнейших пивоваренных компаний. Чтобы вместе, благодаря совместным усилиям государства и ответственного бизнеса, добиться значимых позитивных изменений. Проект подразумевает собой, немножко повлияет на сложившиеся социальные нормы, дать возможность ещё раз подчеркнуть важность вождения исключительно в трезвом виде. И это не просто красивые слова. Говорить о проблеме действительно нужно. Ведь по данным регионального ГИБДД, каждые десятые аварии происходят по вине пьяного водителя. Динамика очень печальная. Смертей, в том числе в детских, в таких ДТП со временем становится всё больше. Та работа, которая проводится госавтоинспекцией по профилактике, по выявлению нетрезвых водителей, недостаточно. Потому что мы хотим, чтобы все подключились к этой проблеме и были единомышленниками нашей службы. Сообщить о нетрезвом вождении может каждый. По телефону доверия МВД, который работает в круглосуточном режиме, либо анонимно через чат-бот ГИБДД в Телеграме.